Бью Вязкюля торпеда Нижний Новгород. Синергия Арена приветствует вас. Ну вот уже через считанные секунды мы увидим в деле Нижегородская торпеда. Состоится ли бросок по воротам? Не ищут хозяева для этого вероятности. Переместился уже Яхин и бросок в него попадает. Добивание. Яхин надежно прикрыл. Фины пытаются выйти из обороны, перейти в атаку. Хороший силовой прием в исполнении Максима Осипова. Осипов не тушуется. Он только что и в атаке участвовал и сейчас корпусом соперника встретил. Вот так-то в первом международном матче, пусть и контрольном, прострельная передача. Ох, как шайба едва под Яхином не юркнула. Обошлось. Все контролировал Нижегородский калкипер. Ну и уже начинает вольский атаку. Бросок! Таркет. Таркет ловит шайбу. Торпеда переходит в атаке. Нижегородцы в полном составе Синтюрин. Синтюрин будет искать партнеров для передачи. Прострел. Даже бросок в ближний угол. Шайба взмыла на тарке. Но не опустилась цель. Еще минуту торпедовцам действовать в большинстве. Прижали соперника к его воротам. Накилайнин борется. Галузин ему помогает. Накилайнин и Галузин удается выцарапать шайбу. Вот Краснослободцеву бросить. Не дали. Не дали в последний момент. Хотя, казалось, он уже перед пустыми воротами Краснослободцев. Прострельная передача. И снова в последний момент спасается команда хозяев. Оляев и Осипов. Двое молодых защитников. Дежурят на синей линии. Ох, смотрите, Максим Осипов. Блестящий силовой прием. Просто блестящий. Аплодируем Максу. И можно снова попробовать контратаку, как это было совсем недавно. После первого удаления торпеды. Кулемин получает шайбу. Ответная передача мимо. Да, вчетвером команда хозяев играет. Но по-прежнему есть, есть преимущество численную торпеда. Нужно только бросать поворотами, реализовывать. Неплохо сейчас закрепились в зоне. Галузин. Хороший период. Бросок. Забивать кто будет? Ну как так? Выцеливает бросок поворотом. Хозяева на синей линии. Мика Калтова. Передача партнера. Ох, как разыграли. Яхин. Браво. К хоккею, сами видите, какое здесь внимание. Предсезонный турнир. Даже не турнир, а товарищеский матч. В общем-то, яблоку негде упасть на арене. Я к чему это говорю? К тому, что уверен, что мы с вами сделаем то же самое. Уже начиная с 11 числа на Кубке Губернатора, когда торпеда приедет в родной для нас Нижний Новгород. Бросок поворотом. Какой получается у Войта Ковольского без шанса в Тарке. Вынимай 1-0. Белухин сегодня активен и заметен. Согласитесь, многие говорили, что в Донбассе ему не хватало уверенности в себе. Но сегодня это хороший момент. Какой? Но это забивать же надо. Молодец. Кто это? Валентенко подставил клюшку. Шайба, к сожалению, не покидает зону торпеда. Остается ее. В атаке рикошет. Какой Яхин спас. И снова Яхин. Браво. По-прежнему торпедовцы втроем. Как только истекут еще 20 секунд удаления Кулемина, появится он четвертым. Ой, гол. Неприятно, что не продержались 20 секунд до выхода четвертого полевого игрока торпедовцы. Тогда бы сейчас играли в полном составе. А сейчас по-прежнему торпедов четвером. И еще целую минуту играть в неполном составе автозаводцам. Чудовищно тяжело это, конечно, учитывая то, что команда и так полторы минуты втроем отыграла это очень энергозатратно. Что ж такое-то 2-1. 2-1. И Вязкиля вот так вот за минуту переворачивает. Атакует. Юп. Уходил за ворота Маркус Покула. Здесь его встретили. Но атака продолжается. Какой опасный момент. И с разворота бросался тот же Маркус Покула. Торпеда в атаке. Салменин. Хиетанин по центру открывается. И бросок Валентенко. Зубодробительная пушка. Валентенко Тарки среагировал. Хиетанин добивает. Гол. Гол 2-2. Торпедовцы восстанавливают равновесие в этом матче. Начинает свою атаку Юп. Въехали в зону. Бросок Яхин. Яхин на месте. И правильно, правильно. Тут нечего каких-то инсинуаций с вратарем придумывать. А это уже Краснослободцев. Краснослободцев входит в чужую зону. И сам бросает с кисти. Ух. Могучий бросок получился. Нас мало, но мы в тельняшках. Юп. Разыгрывает шайбу. 45 секунд до выхода. Сразу двоих торпедовцев. Бросок Яхин. Мимо. Мимо нормально живем. Продолжает атаковать команда из Ювязкиля. Сжимая свои тиски как можно плотнее. Еще один бросок. Выше ворот. Валентинка вернулся. Но Келайнин появился на площадке. И по-моему снова Юса Хиетанин вместе с этими ребятами. Хиетанин бросает по воротам. Бол. А нет штанга. Простите. Простите. Шайба так. Так выскользнула. И звучит у нас сирена. Знаете, сразу у нас серия буллитов. Никакого овертайма. И Сакари Салменин идет на вратаря. И не забивает. Не забил Салменин. Ответ хозяев. Маркус Ненунин. Забивает Ненунин. Вы знаете, аплодисментами буллит Имунина здесь встречают. Просто шквал оваций в исполнении своего любимца. Не забивает ярко. Не получилось. Алексей Саланин. Яхин выручил. Молодец. Успел сгруппироваться. Успел прикрыть угол. Хотя так его соперник-то пытался объехать. Ну и такой совсем уж финской серии в исполнении торпеда. Получилось. Третий буллит также представитель Финляндии Петри Ноккилайнин. Нет. Не забивает Петри Ноккилайнин. Не получилось. Одолеть соперников серии буллитов. Ну так вот финны на финской земле. В серии буллитов наши финны не отличились. Но так или иначе, хороший матч получился, дорогие друзья. Ну и торпедовцы благодарят свой фанатский сектор, состоящий, правда, из одного человека, Андрея Гилёва. Ну, что ж, почему бы и нет, когда люди ездят за 3-9 земель за команду. Болеть это всегда, всегда достойно уважения. Под репортажем работали Владимир.